Конечно, нет. В Библии конкретно написано в Ветхом Завете, написано для всего общества израильского, соответственно, и для церкви Иисуса Христа. Я думаю, вы тоже разделяете это понимание, что не делайте никаких надрезов на теле, вот этих всех вещей. То есть, вы знаете, что это просто, ну, князь мира всего. Что написано? Вспомним давайте, что написано? Все, что в мире похоть отчей, похоть плоти и гордость житейская. Скажите, что делает татуировка? Она выделяет меня из толпы. Я особенный. Посмотрите, какой у меня крутой дракоша или что-нибудь там напечатано, да? На нас должна печать быть Иисуса Христа. Письмо, читаемое всеми человеками. Вот об этом надо заботиться. И тогда всякая дурь из головы уйдет. Я говорю откровенно. Я благодарю Бога, что у меня даже, когда я был неверующий, в армии у нас было модно татуировки всякие там делать, знаете? Ну, а кто-то на зоне сидел. Ну, слава Богу, Бог меня миловал от этого. И как бы я по-человечески тоже мог сделать, но как-то меня Бог уберег от этого, даже когда я был неверующим. Я благодарю Господа. И поэтому я категорично отрицательно к этому отношусь. Если человек, есть люди, которые пришли ко Христу, уже имея эти все письмена на своем теле, да? Вот. Это уже другой вопрос. Вот. Но, тем не менее, если человек не имеет этого и у него есть соблазн, это не что иное, как искушение от дьявола. Понимаешь? И за этими вещами, за всеми этими вещами стоит дух. Сто процентов. Поэтому очень важно быть во Христе, чтобы распознавать вот эту всю ложь дьявола. Это вещи очевидные любому человеку. Любому христианину спросите, он вам скажет. Это только младенец, который пришел, он не понимает этого. В мире случайностей не бывает. Мы живем в духе, мы на духовной войне, понимаешь? И все, что происходит с нами, это не просто так происходит. Случайностей не бывает. Если приходит искушение, а написано, оно приходит в жизнь каждого христианина, то мы должны бодрствовать и трезвиться, зная, что дьявол ходит, как рекущий лев. И через всякие такие вещи он искушает христиан, понимаешь? Я уверен, что человек, который утвержденный во Христе, он никогда такого не допустит в своей жизни. Ну, Христос делал наколки, нарезы какие-то на теле. Его убивали, его избивали, и на его плевали. Понимаешь, я вижу это в этом князе мира сего, просто откровенно и конкретно. Это понты. Вот одно такое слово есть, знаете? Понты. Вот он такой крутой, вот у него все. Да никакой не крутой. Вы знаете, Иисус сказал, все, что мы поступаем зачастую, как этот мир. Вот это как раз очень красноречивый момент, да, говорящий о том, что христиане порой поступают как люди этого мира. А нас Иисус учет совсем другому. Кто из вас больше? Пускай будет всем рабом. Правда? Да? То есть в мире все наоборот. Мы пытаемся подражать этому миру, но мир должен у нас видеть Иисуса Христа, понимаешь? У него совершенно... Хочешь быть мудрым? Все же хотят быть мудрым, правильно? Весь этот мир хочешь быть... Даже в церкви все хотят быть мудрыми. Что написано? Каким будь? Будь безумным. Понимаешь? То есть абсолютно противоположенность этому миру. Как апостол Павел был безумен Христа ради, и Бог через него дал спасение нам с вами, потому что мы были все ими язычники. Он апостол язычников. И если бы Павел оставался в том статусе, в котором он был, а он был фарисе из фарисеев, у него была самая лучшая одежда, он был шоколадно обеспечен на всю свою жизнь. Ему работать не надо было, просто читай Библию и иногда проповедуй в синагоге. Вот и вся его работа. Плохая жизнь? Все у него устроено, быт у него устроен. Но он говорит, все это я почел щитою ради познания Иисуса Христа. Он натрекся от этого, и благодаря ему он сделал больше всех апостолов. Мы с тобой сегодня верующие люди. Я скажу еще раз, если ты пребываешь во Христе, во-первых, ты будешь любить Бога, во-вторых, ты будешь любить ближнего, а если ты будешь любить ближнего, ты будешь служить людям. И когда ты служишь людям, вот этот дьявол тебе не может подойти. Почему эти проблемы приходят и приходят искушения, я скажу почему. Потому что мы занимаемся собой. Понимаешь? Мы много времени уделяем себе эгоистичный взгляд. В мире так люди живут, они живут эгоистично, и они в нас Иисуса не видят. Понимаешь? Но если я занимаюсь служением, я не в себя сею, я сею в братьев и сестер. Я понимаю, во что я сею. И я вижу плод в этом. Я знаю, что этот плод будет пребывать. Потому что я не по своей воле это делаю, а Господь меня направил. Он сказал, то, что я дал, иди и раздавай. И он каждому христианину говорит, то, что я тебе дал, каждому же я знаю, что ты Бог дал. Правда? И если я еду и делаю то дело, к чему меня призвал Господь, я счастливый человек. Поэтому я счастливый и буду служить Господу. Понимаешь? Господь, я счастливый человек.